Здравствуйте! В эфире программа День Города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Генеральная уборка после схода снега город очищают от пыли. Вода прибывает. Уровень Аки в Рязани больше 5,5 метров выше нулевой отметки. Диалог с собой. 80 произведений мастера за 5 лет его работы. Дирекция благоустройства города начала уборку улиц после схода снега. Работы ведут в центре и микрорайонах Рязани. А техники, которая убирает город, в материале Кристины Бочкаревой. Пылесосы, подметательно-уборочные машины, водовозки. После зимы, когда на улице уже стабильно плюсовая температура, грязь и мусор с проезжей части смывают сильным напором воды. С обочины отходы убирают сотрудники дирекции благоустройства города, чтобы тротуарная зона была подготовлена к теплым денькам. После схода снега дирекция благоустройства города приступила к выполнению работ по уборке песка, который остался после зимы. Убираем как и центральные улицы, так же и улицы в микрорайонах. Мы моем тротуары, проезжую часть. Собираем мусор вдоль дороги, который остался после зимы. Работа выполняется в круглосуточном режиме. Там, где возможно, работаем днем, но основные работы также выполняются ночью. Убрать планируют более 180 километров автомобильных дорог. Причем большую часть работ будут проводить ночью, когда трафик в городе менее оживленный. На следующем этапе генеральной уборки отремонтируют скамейки, урны и малые архитектурные формы. Уберут общественные пространства, а также подготовят городские клумбы к посадке цветов, закончить которую планируют к майским праздникам. По поручению губернатора Рязанской области Павла Молкова, пристальное внимание уделят памятным местам. Среди них мемориалы участникам Великой Отечественной войны, в том числе воинские захоронения и муниципальные кладбища. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Вода прибывает. Уровень воды в Оке постоянно растет, и теперь она уже вышла из лесопарка. Сводки по половодью далее в сюжете. Вот так где-то на пол колеса, где-то на четверть едут машины по Окскому проезду. Видео это сняли очевидцы еще в воскресенье. А сегодня с утра появилась новость. Движение закрыто до окончания половодия. А на месте уже установлены запрещающие знаки и препятствующие проезду транспорта бетонные блоки. Движение общественного транспорта будет организовано по объездам по улицам Грибоедова и Есенина. Рязанцы, однако, не унывают. Лесопарк уже покоряют не в резиновых сапогах, а на сапсерфах. Сейчас вода уже перешла в ходную группу лесопарка. Отсюда, собственно, и берут старт сапсерферы. По данным Рязанского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в океан в черте города уровень воды повысился на 20 сантиметров и составляет 564 сантиметра относительно нулевой отметки гидрологического поста города Рязани. Подтоплено 18 низководных мостов и 8 участков дорог. При дальнейшем увеличении уровня воды возможно подтопление приусадебных участков в населенном пункте Агропустынь, Поляны, Коростово, Заокское Рязанского района, в поселке Борки и поселке Остров города Рязани. Подтопление низководного моста. В населенных пунктах, которые отрезаны водой, организованы вопросы жизнеобеспечения, спланирована работа пожарно-спасательных формирований, полиции и других служб. Эвакуация населения не требуется. Движение транспорта по мостам прекращено. Установлены ограждения и запрещающие знаки. Обстановка находится на круглосуточном контроле Главного управления МЧС России по Рязанской области. В прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя, который обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. В ходе предварительного расследования было установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в магазин электроники и сообщил управляющему о том, что в соседнем супермаркете заложено взрывное устройство. При обследовании помещения следственно-оперативной группой взрывчатые вещества и устройства не обнаружены. Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Рязани для рассмотрения по существу. Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Рязанской области задержали 21 иностранца. Они подозреваются в организации преступного сообщества и незаконном обороте наркотических средств. Это только одно из серий задержаний. Работали бойцы Росгвардии. Они и задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. По предварительной информации, злоумышленники организовали криминальную структуру, которая занималась торговлей запрещенными веществами. Они хранили оптовые партии наркотиков, передавали их межрегиональным курьерам для доставки розничным распространителям. Сбыт осуществлялся через тайники закладки. Наркодельцы общались между собой с помощью мессенджера, избегая личных встреч. В арендуемых квартирах у подозреваемых, в их автомобилях и уличных тайниках полицейские обнаружили порядка 5 килограммов запрещенных веществ. По результатам исследования, изъяты героин, мефедрон и метадон. Следственными органами полиции по Рязанской области возбуждено 33 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренных статьями 30, 228.1, а также 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые соединены в одно производство. Фигуранты заключены под стражу. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех участников преступного сообщества, а также каналов поступления наркотических средств на территорию Российской Федерации. В художественном музее открылась новая выставка. Экспозиция московского художника-керамиста Марины Степановой-Ланской «Диалог с собой». Это коллекция из 80 произведений, которые мастер создала за последние пять лет. Знаете, выставки бывают разные. Я видела, как эта выставка распаковывалась, откроилась, развешивалась, потом она висела, и я бродила по ней. И такая выставка меня посетила. Я задала себе вопросы, когда последний раз я смотрела в зеркало, чтобы не посмотреть, как лежат волосы или застегнуты все публиции, а чтобы посмотреть и ответить на вопросы неудобные, сложные, возможно, ненужные, но которые человечество задавало, задает, и будет задавать. Фарфор, стекло, дерево, керамика. В работах московской художницы прослеживается яркая индивидуальность и характер взаимодействия человека с миром. Сама Марина Степанова-Ланская считает эту выставку неким подведением итогов за пять лет своей работы. Рассвет профессиональной деятельности автора отражают 80 произведений, представляющих собой духовные образы, вечные и современные. Техника нетрадиционная, все как-то само собой получилось. Уже очень много лет работаю и вышла на такую технику, которую я бы назвала авторская техника. Меня вдохновляет сама жизнь. Я живу каждый день и каждый день что-то создаю. О чем я думаю каждый день, то и в работах. Началось все с художественной школы. В 10 лет я пошла в художественную школу, ее закончила. Потом художественное училище Суревковское, потом институт. И вот так вот как бы и не думала про другие профессии. Художественно-выразительные возможности такой живописи лежат в самой сути авторского стиля. Ведь помимо мастеров создания работ принимает участие огонь. И по словам художника последнее слово остается именно за ним. Взаимодействие керамических красок происходит при высокой температуре. Все произведения изначально пишут серо-коричневым керамическим пигментом. А вот такая вот полихромия, наполненная цветом и светом, получается уже после обжига работ. Центральное место в искусстве мастера отведено человеку. Его образ в работах художника-керамиста созерцателен и уединен. В отдельную группу сотрудники музея выделили такие произведения, как «Вселенная для Резу Габриадзе», где мастер воплотила свое видение духовного состояния яркой личности сценариста и драматурга. В диалоге с собой есть также произведения, которые задают вечные вопросы. Это называется культурный слой. Здесь можно рассмотреть какие-то орнаменты, которые присутствуют в храмах древних, 18-й век, 19-й. И то, что от этого осталось. Ну, это как бы предупреждение человеку, что нужно более бережно относиться к своей истории и к своему прошлому. Марина Степанова-Ланская – признанный художник, чьи работы хранят ведущие музеи не только в России, но и за рубежом. Познакомиться с удивительным миром керамики в уникальной авторской технике можно до 15 мая. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Академии единоборств завершились всероссийские соревнования по боксу Кубок командующего ВДВ на призы Героя России генерал-полковника Шаманова. Соревнования собрали порядка 100 спортсменов из 23 регионов. Турнир посетили депутаты, чиновники, олимпийские чемпионы, заместитель начальника Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Кулешов Александр Вячеславович, Герой России подполковник Черемухин Роман Сергеевич и другие почетные гости. Джеб, следом хук. Если в первом раунде бойцы действовали осторожно, смотрели на что соперник способен, то во втором начался полноценный поединок. Боец в красном Андрей Потемкин, мастер спорта по боксу из Ульяновской области. В синем Хасан Самохединов, Московская область, тоже мастер спорта. Помимо квалификации бойцов на всероссийских соревнованиях объединяет войсковая принадлежность. Все они служат или обучаются в воздушно-десантных войсках. Он всегда был на виду, я вспоминаю, даже когда курсантом я был, самые интересные соревнования были по боксу. Может быть, они не всегда были высоко подготовленные, но то, что они были зрелищные и массу эмоций среди курсантов. Но сегодня уже десятый год на более высоком уровне с образованием клуба бокса ВДВ на Рязанской земле этот вид спорта развивается. Есть и чемпионы страны. Всероссийские соревнования по боксу Кубок командующего ВДВ на призы Героя России генерал-полковника Шаманова проходят уже в десятый раз. В чемпионате участвуют 83 боксера от 19 до 40 лет из 22 регионов страны. Это и представители спортивных клубов России, а также всех соединений воздушно-десантных войск страны. Рязань представляет три команды десантников и боксеры спортивных клубов. Всего 24 человека. Я не первый раз здесь, соревнования очень серьезные, уже участвуют взрослые ребята, тем более я еще до этого сказал, если бы я сейчас боксировал, то я бы хотел выиграть кубок командующего ВДВ. Поэтому это очень хорошие соревнования. Сейчас, вы знаете, таких боев нет у нас, а тем более это очень такие крупные соревнования, мужские соревнования, где ребята показывают свое технико-токсическое мастерство. В этом году, признают сами участники, соревнования вышли на новый уровень. Подготовка здесь практически как на международных турнирах. В организации всероссийских соревнований по боксу приняла участие компания «Резур». Участники и приглашенные гости отмечают высокий уровень организации и подготовки зала. А финальные соревнования начались с выступления музыкальной группы «ВАВИ». В этом году всероссийские соревнования на кубок командующего ВДВ в Рязани проходит в десятый раз. Это юбилейное событие для города. И для города это спортивный праздник. Поэтому мы решили поддержать это мероприятие. Готовились месяца два. Просматривали записи всероссийских турниров. Просматривали, как проводятся кубки, чемпионаты страны. Ну и брали опыт от этого. Тем более, будем говорить, такая компания, как «Резур» имеет свой большой ресурс. Вы видели выступления рок-группы, которая сейчас у нас выступала. Показали свой класс. Ну и сами посмотрите, сама организация, само освещение, зал, оформление – все это дело на высшем уровне. Если раньше в чемпионате принимали участие только военнослужащие ВДВ, то сейчас еще и гражданские боксеры. Турнир дает возможность выполнить норматив мастера спорта России и пройти отбор на чемпионат России, чтобы выступать в составе сборной команды ВДВ. Неоднократно сильнейшие спортсмены сегодняшних соревнований становились призерами и победителями чемпионата страны. И задача каждого бойца здесь – попасть в сборную и представлять родину на международных турнирах. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова